Григорий Остер – русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, создатель жанра «Бредных советов», автор сценариев к мультфильмам «Котенок по имени Гав», «Бабушка Удава», «38 попугаев» и многих других. Григорий Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе. После рождения сына семья Остеров переехала в Ялту. Его отец работал токарем в порту, а мать – библиотекарем в клубе моряков. Она наизусть читала стихи Пушкина и Лермонтова, укладывая ребенка спать. Поэтому Григорий Остер с ранних лет увлекался литературой и сам писал стихи. В начале 1960-х годов, когда стали издаваться собрания сочинений великих русских писателей, Остер перечитал от корки до корки собрания Чехова, Куприна, Вересаева и многих других. В подростковом возрасте его сильно увлекла поэзия Пастернака. Когда вышла серия «Библиотека фантастики», он прочел там все и особенное внимание уделил произведениям братьев Стругацких. Общеобразовательную школу Остер закончил уже в призывном возрасте, поэтому после ее окончания его забрали в армию. А после армии он поступил в столичный литературный институт на заочное отделение драматургического факультета. Во время учебы будущий писатель подрабатывал ночным сторожем в знаменитой Ялтинской поляне сказок. Первый сборник стихотворений Григория Остера, предназначенный для взрослых читателей, вышел в 1974 году. Редакторы значительно сократили его тексты, что очень расстроило автора, но это стало для него полезным опытом общения с издательствами. В 1975 году Остер выпустил книгу сказок для детей, как хорошо дарить подарки, которая вызвала повышенный интерес у читателей. Будущие герои мультфильма по его сценариям впервые появились именно на страницах этого сборника. Удав, слоненок, попугай и мартышка потом стали персонажами мультфильма «38 попугаев» и «Бабушка удава». Через два года Остер написал знаменитого котенка по имени Гав. Сказка легла в основу полюбившегося детям мультипликационного фильма. Серия «Вредные советы» начиналась как отдельные небольшие стихотворения, предназначенные для публикации в журналах. Первый совет «Храбрый повар» опубликовали в Колобке в 1983 году. Идея давать советы наоборот очень понравилась маленьким читателям. Позже «Вредные советы» превратились в отдельный литературный жанр. У Остера появилось множество последователей и подражателей. Когда сборник «Вредных советов» издавался целиком, в его выступлении автор написал, что ученые обнаружили группу детей, которые привыкли все делать неправильно. Когда таким детям советовали помыть руки, они наоборот этого не делали. А когда следовало бы с кем-то поздороваться, они молчали. И тогда автор придумал давать таким детям вредный совет, чтобы они, действуя вопреки, поступали правильно. С 1983 года книга четыре раза переиздавалась без картинок и в мягком переплете. За это время новый жанр успел завоевать умы не только детей, но и взрослых. Когда в 1994 году вышло солидное издание «Вредных советов», оно стало бестселлером. Помимо «Вредных советов», в 1990-е и 2000-е годы Григорий Остер издал другие книги, предназначенные для детей. «Великое закрытие», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее», «Детские суеверия», «13 жадностей», «Воспитание взрослых», «Приметы и суеверия», «Одни неприятности», «Школьный сонник», «Приключения пифа» и много других. Сам автор больше всего дорожит своей сказкой с подробностями, написанной в жанре романа. Эта книга одинаково интересна и детям, и взрослым, только смеются они, возможно, в разных местах. Особое место в творчестве Остера заняли ненаглядные пособия по физике и математике со смешными задачками и учебники по вымышленным наукам, куда вошли папа-мамология, воспитание взрослых, квартира-ведение, конфета-едение, задачничек про дружбу и драку, задачничек про любовь и поцелуй. Последняя серия смешных историй, которая издана Остером, называется «Дети и эти». Это попытка проанализировать вечную проблему взаимоотношений детей и их родителей. Только автор остался верен своему хитрому принципу наоборот и поменял детей с родителями местами. В этих книжках то, что обычно делают взрослые, исполняют дети. И наоборот. Книги Остера наполнены загадками, неожиданными словосочетаниями и интересными фактами. Они не только развлекают, но и помогают развитию речи, развивают воображение. В легкой форме его стихи и сказки затрагивают серьезные темы – культуру поведения, психологию взаимоотношений, безопасность жизни маленького человека. За свои труды в 2002 году Григорий Остер получил государственную премию в области литературы и искусства, а в 2012 году – престижную литературную премию имени Корнея Чуковского. Одними из первых сценариев Остера для мультфильмов были сказки «Мальчик и девочка», «Как гусенок потерялся» и «Попался, который кусался». Уже не одно поколение детей смотрит и учится доброте в мультфильмах по его произведениям. «Ушастик и его друзья», «38 попугаев», «Баба-яга против», «Подземный переход», «Как лиса зайца догонял» и «Обезьянки». В 1989 году по сценарию Григория Остера на кидостудии имени Горького был снят художественный фильм «До первой крови» о том, к чему могут привести военные игры, такие как «Зорница». Несколько сюжетов детского сатирического журнала «Ерлаш» написаны Григорием Остера. Этого замечательного детского писателя и сценариста называют остроумным, непредсказуемым, противоречивым и неоднозначным. Субтитры создавал DimaTorzok